Бракованная система вентиляции и перекрытое газоснабжение. В таких условиях находятся жители дома номер 151 на улице Радищева. Часть проблем была в здании еще с момента ввода его в эксплуатацию в 1999 году. Дом изначально приняли с дефектами. Вентиляция не работает. Ну и так вот поднялись, допустим, на этаж. И выходило так, что вентиляционные каналы на чердаке должны объединяться и выходить в общую трубу. Но вроде как объединялись эти вентиляционные каналы, а в трубу-то не входили они. То есть вентиляции какого-то не было вообще. Поскольку к пятиэтажке подведен газ, отсутствие вентиляции – проблема смертельно опасная. Решать ее начал Олег Марков, один из первых жильцов многострадального дома. В 2010 году он обратился в суд и выиграл дело. По итогу администрация города должна была отремонтировать вентиляцию за собственные средства. Однако ждать исполнения судебного решения пришлось долго. До 2023 года, до марта месяца, никто к этим проектам не подходил. Никто ничего не делал. И, в общем-то, никаких движений не было. Хотя несколько раз обращались в мэрию. Те говорят, что таких подсудных домов очень много. Ждите своей очереди. В этом году долгожданные работы провели, но неудачно. Вентиляцию в доме не починили должным образом. Из-за этого приостановили подачу газа в 9 квартир, где воздухообмен отсутствует полностью, либо не соответствует требованиям безопасности. Администрация города работы подрядчика не приняла. Управлением жилищно-коммунального хозяйства подан иск в арбитражный суд на подрядную организацию, производившую капитальный ремонт, с требованием в рамках гарантийных обязательств восстановить вентиляцию в данных квартирах. В результате судебное решение так и осталось неисполненным. Когда повторно будут устранять дефекты, пока неизвестно. Отдельных горе исполнителей могут привлечь и к уголовной ответственности. Следственным отделом НСК России по Ленинскому району города Ульянск возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 ГК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, повлекших угрозу для жизни и здоровья граждан-потребителей». Сейчас расследование продолжается. В случае, если вина отдельных работников организации будет доказана, они могут оказаться в местах лишения свободы на срок до двух лет. К сожалению, проблема воздухообмена не единственная, что беспокоит жителей дома. Помимо замены вентиляции в доме номер 151 на улице Радищево, необходимо отремонтировать еще кровлю и водоснабжение. Общая стоимость таких работ, по словам жильцов, будет составлять около 42 миллионов рублей. Кто будет платить эти деньги? Вопрос остается открытым. Юлия Руднева, Герман Баранов, Управда ТВ. Юлия Руднева, Управда ТВ.